Слово похвальной и облаженной памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года, 1а. Священнейшее помазание и венчание на Всероссийское государство всемилостивейшее самодержице наше праздное, один слушатели, подобное видим к ней и к общему Отечеству Божии снисхождение, каковому в ее рождении и в получении отеческого достояния чудимся. Дивно ее рождение пред знаменованием царства, преславно на престол вашествия покровенным свыше мужеством, благоговейные радости исполнено приятие отеческого венца с чудными победами от руки Господни. 1б хотя бы еще кому сомнительно было, от Бога или на Земле. Обладатели поставляются или по случаю державы достигают, однако один в единым рождением великие государыни нашей 1г уверится о том должно, видя, что она уже тогда избрана была владычествовать над нами. Не астрологические сомнительные гадания, от положения планет 1 до произведенные, ниже другие по течению натуры бывающие перемены и явления, но ясные признаки Божии провидения послужат всему в доказательство. Преславная над неприятелями Петрова под Полтавою победа с рождением сея великие тщери его в един первый год приключилась и врежающего в Москву с торжеством победителя, приходящая в мир, встретила Елисавета. Два не перстом ли здесь указующей является промысл? Не слышим ли мысленным ухом вещающего гласа? Видите, видите исполнение обетованного один швам пред знаменованиями благоденства. Петр торжествовал, победив внешних неприятелей и своих искоренив изменников, три Елисавета для подобных родилась триумфов. Петр, возвратив законному государю четыре корону, в отеческий град шествовал, Елисавета в общество человеческое вступила для возвращения себе потом с отеческой короны. Петр, сохранив Россию от расхищения, вместо мрачного страха принес безопасную и пресветлую радость, Елисавета увидела свет, дабы пролить на нас сияние от рады, избавив от мрака печалей. Петр вел за собой многочисленных пленников, пять не меньше великодушием, нежели мужеством побежденных, Елисавета от утроба разрешилась, дабы после пленить сердце поданных человеколюбием, кротостью, щедротою. Коль чудные божьи судьбы видим, слушатели, с рождением победу, с облегчением родительницы, избавление отечества, с обыкновенными прирождении обрядами, чрезвычайное торжественное вшествие, с пеленами, победительные лавры и с первым младенческим глазом, всеродосные плески и восклицания. Не всеми лисими рожденной тогда Елисавете предвозвещены отеческие добродетели, предвозвещено отеческое царство. Один и. В доступлении он огосколь много всемогущий промысл споспешествовал ее о геройству, о том радостные воспоминания вовеки не умолкнут, ибо его силою и духом подвигшись, героине наше всероссийскому государству, достодолжной его славе, великим делам и намерением Петра. Внутреннему сердец наших удовольствию и общему блаженству знатной части света принесла спасение и обновление. Велико дело есть избавление единого человека, то коль несравненно больше спасения цейолога народа. В тебе, дрожайшее отечество, в тебе видим сего довольные примеры. Между усобными предков наших враждами, неправдами, граблениями и братоубийствами раздраженный бог поработил тебя некогда чужому язык. Куина, пораженная глубокими язвами, твое тело наложил первой тяжкие вериги. Шесть пато. М, стенанием твоим и воплем преклоненный, послал тебе храбрых государей, свободителей от порабощения и томления, которые, соединив твои раздробленные члены, возвратили тебе и умножили прежнюю силу, величество и славу. Не меньшага падения избавила российский народ, предводимый богом на отеческий престол Великой Елисавета, но большага удивления достойным образом. Внутренние болезни бывают бедственнее наружных, так и в недрах государства воспитанная опасность вредительнее внешних нападений. Всем удобнее наружные язвы исцеляются, нежели внутренние повреждения. Но, слечив исцеление России от поражения, варварским оружием извне нанесенного, с удивительным крыющегося внутрь вреда врачеванием, елисаветиную рукою произведенным, противное находим. Тогда для исцеления ран наружных обогрены были поля и реки не меньше российскую, нежели агарянскую кровью. Восемь в благословенные дни наша великодушная Елисавета, вкоренившийся вред внутрь России без всех наших томлений, истребила в краткое время и болезнующее отечество якобы единым, божественную силу исполненным словом исцелила, сказав «Восстание и ходи, восстание и ходи, Россия!» Отряси свои сомнения и страхи, радости и надежда исполнено, красуйся, ликуй, возвышайся. Таковое изображение в мыслях представляет нам, слушатели, воспоминания тогдашней радости. Но он и усугубляется, когда помыслим, что мы не токмо от утеснения, но и от презрения тогда освободились. Что прежде избавления нашего народа о нас рассуждали? Не отзываются ли еще их речи в памяти нашей? Россияне, россияне, Петра Великого забыли. За его труды и заслуги не воздают должного благодарения, не возводят щерь его на престол отеческий. Она оставлена, не помогают, она отринута, не возвращают, она пренебрегаема, не отмщают. О, коль велик стыд и посмеяние. Но несравненная героиня восшествием своим отняла поношение от сынов российских и перед всем светом оправдала, что ни нашего усердия не доставала, но сносила ее великодушие, ни наша ревность оскудевала, но она не хотела пролития крови, ни нашему малодушию он ее приписывать должно, но божескому промыслу, который благоволил показать тем свою власть, ее мужество и нашу радость усугубить. Таковое благодеяние устроил нам вышний вступлением на отеческий престол великие Елисаветы. Что ж нынешний праздник? Верхи венец преждиреченных. Венчал Господь ее чудное рождение, венчал преславное восшествие, венчал беспрекладные добродетели, венчал благодатью, ободрил благонадежную радостью и благословил громкими победами, победами восшествию ее подобными, ибо как внутренние враги побеждены без пролития крови, так и внешние с малым уроном преодолены были. 9. Облачается монархиня наша в порфиру, помазуется на царство, венчается, приемлет скипетр и державу. Радуются россияне и плесками и восклицаниями воздух наполняют, ужасаются сопостаты и бледнеют, уклоняются, дают хребет десять российскому войску, укрываются за реки, за горы, за болота, но везде утесняет их сильная рука венчанные или советы, от единого ее великодушия ослабу получают. Коль ясны и предзнаменования благословенного ее владения во всем вышереченном видим и вожделенному сбытию их с радостью чудимся. По примеру великого своего родителя дает государям короны, успокоивает мирным оружием Европу, одиннадцать утверждает российское наследство, двенадцать истекает златой и среброй из недр земных кьё и к общему удовольствию, тринадцать избавляются поданные от тягостей, земля не обогряется российскую кровью ни внутрь, ни вне государства, умножается народ, и доходы прирастают, возвышаются великолепные здания, исправляются суды, насаждаются науки среди государства, повсюду возлюбленная тишина четырнадцати монархини нашей подобное время господствует. Одна копейка. И так, когда несравненная государыня наша предзнаменованная в рождении, полученная мужеством, утвержденная победоносным венчанием и украшенная преславными делами отеческое царство возвысило, то по справедливости всех дел и похвал его истинная наследница. Один литр, следовательно, похваляя Петра, похвалим Елисавету. Давно долженствовали науки представить славу его ясными изображениями, давно желали в нарочном торжественном собрании превознести несравненные дела своего основателя. Пятнадцать. Но ведая, коль великое искусство требуется к сложению слова, и их достойно го, поныне умолчали, ибо о сем героя должно предлагать, чего о других еще не слыхано. Нет в делах ему равного, нет равных примеров в красноречии, которым бы мысль последуя могла безопасно пуститься в толикую глубину их множества и величества. Однако, наконец, рассудилось лучше в красноречии, нежели в благодарности, показать недостаток, лучше с произносимыми от усердной простоты разговорами соединить искренностью украшенное слово, нежели молчать между толикими празднественными первым восклицаниями, наипаче, один когда Всевышний один о Господь всех один торжеств наших красоту усугубил, послав во младом государе великом князе Павле Петровиче XVI всевожделенный залог своя к нам божественной милости, которую в продолжении Петрова племени почитаем. Итак, оставив боязливое сомнение и уступив ревностной смелости место, сколько есть духа и голоса должно употребить или паче истощить на похвалу нашего героя. Сие предпринимая, откуда начну мое слово, от телесных ли его дарований, от крепости ли сил, но он и яствует в преодолении трудов тяжких, трудов неисчетных и в разрушении ужасных препятствий, от геройского ли виду и возраста, с величественную красотой у соединенного. Но кроме многих, которые начертанное в памяти его изображение живо представляют, удостоверяют разные государства и города, которые, славою его движимы, во Срете не истекались и делам его соответствующему и великим монархам приличному взору чудились. От бодрости ли духа приму начало? Семнадцать. Итак, сколько сила, сколько краткость определенного времени позволит, важнейший итог мы дела его упомянем, потом преодоленные в них сильные препятствия, наконец, его добродетели, в таковых предприятиях споспешествовавшие. К великим своим намерениям премудрый монарх предусмотрел за необходимо нужное дело, чтобы всякого рода знания распространить в отечестве людей, искусных в высоких науках, также художников и ремесленников размножить, о чем его отеческое попечение, хотя прежде всего мною предложено, однако, ежели оно и описать обстоятельно, то целое мое слово еще к тому не достанет, ибо, неоднократно облетая наподобие орла быстро-порищага европейские государства, отчасти повелением, отчасти важным своим примером побудил великое множество своих поданных, оставить на время Отечества и искусством увериться, коль великое происходит, польза человеку и целому государству, от любопытного путешествия по чужим краям. В 18 тогда отворились широкие врата великие России, тогда через границы и пристани, наподобие прилива и отлива, в пространном океане бывающего, то выезжающий для приобретения знаний в разных науках и художествах сыны российские, то приходящие с разными искусствами, с книгами, с инструментами иностранной и беспрестанным текли движением. Тогда математическому и физическому учению, прежде вчеродейства и волхвования вмененному, уже одеянному порфирою, увенчанному лаврами и на монаршеском престоле посажденному, благоговейное почитание в освященной Петровой особе приносилось. Таковым сиянием величества окруженные науки и художества всякого рода какую принесли нам пользу, доказывает избыточествующее изобилие многоразличных наших удовольствий, которых прежде великого России просветителя предки наши не токма лишались, но о многих и понятия не имели. Коль многие нужны вещи, которые прежде из дальних земель с трудом и за великую цену в Россию приходили, ныне внутрь государства производятся и не токма нас довольствуют, но избытком своим и другие земли снабдевают. Похвалялись некогда окрестные соседи наши, что Россия, государство великое, государство сильное, не военнага дело, не купечество без их спомоществования надлежащим образом производить не может, не имея в недрах своих не токма дорогих металлов для монетнага тиснения, но и нужней шага железа к приуготовлению оружия, с чем бы стать против неприятеля. Исчезло сие нарекания от просвещения Петрова, отверсты внутренности гор сильную и трудолюбивую его рукою. Девятнадцать проливаются из них металлы и не токма внутри Отечества обильно распростираются, но и обратным образом, якобы заемные, внешним народам отдаются. Двадцать обращает мужественное российское воинство против неприятеля оружия, приуготованное из гор российских российскими руками. Двадцать один. Осем для защищения Отечества, для безопасности поданных и для беспрепятственного произведения внутри государства важных предприятий, осем нужном учреждении порядочного войска, коль великое имел великий монарх попечения, коль стремительное рвение, коль рачительное всех способов, всех путей изыскания, тому всему, когда надевиться довольно не можем, возможен ли изобразить оное словом. Родитель примудрага нашего героя, блаженной памяти великий государь царь Алексей Михайлович между многими преславными делами положил начало регулярного войска, Катарага с помоществованием сколько на войне имел успеху, свидетельствуют счастливые его походы в Польшу и приобретенные обратно к России провинции. Но все его о военном деле попечения с жизнью пресеклось. Возвратились старинные беспорядки, и российское воинство больше в многолюдстве, нежели в искусстве показать могло свою силу, которая сколько потом ослабела яствует из бывших тогда против турок и татар бесполезных военных предприятий, 22, а более всего из необузданных и пагубных стрелецких возмущений, от неимения порядочной расправы и расположения происшедших. В таковых обстоятельствах кто мог помыслить, чтобы 12-ти лет отрок, отлученные от правления государства и только под премудрым покровительством чадолюбивые своя родительница от злоба защищаемый, между беспрестанными страхами, между копьями, между мечами, на его родственников и один с доброжелателей и на него самого обнаженными, начал учреждать новое регулярное войско, 23 катарага могущества в скором после времени почувствовали неприятели, почувствовали и выстрепетали, и которому ныне вся вселенная по справедливости удивляется. Кто мог помыслить, чтобы от детской, как казалось, игры толь важной, толь великой могло возрасти дело. Иные, видя несколько молодых людей, со младым государем обращающих разным образом легкое оружие, рассуждали, что сие одна ему только была забава, и потому сие новонабранные люди потешными назывались. Некоторые, имея боу, и шую прозорливость и приметив на юношеском лице цветущую геройскую бодрость, из очей сияющая остроумие и в движениях сыновитую поворотливость, размышляли, коль храбраго героя, коль великого монарха могла уже тогда ожидать Россия. Но набрать многие великие полки, пехотные и конные, удовольствовать всех одеждою, жалованием, оружием и прочим военным снарядом, обучить новому Арктику. Лу, завести по правилам артиллерию, полевую и осадную, к чему немалое знание геометрии, механики и химии требуется, и паче всего иметь во всем искусных начальников казалось, по справедливости, невозможное дело, ибо во всех сих потребностях знатный недостаток и лишение государевой власти отняли последнюю к тому надежду и малейшую вероятность. Однако что потом последовало, паче община роднага чаяния, противу невероятия оставивших надежду и свыше припинательных происков и явительнага 1 т роптания самой зависти загремели внезапно новые полки Петрова и в верных россиянах радостную надежду, в противных страх, в обоих удивление возбудили. Невозможное учинилось возможно чрезвычайным мрачением, а паче всего неслыханным примером. Взирая некогда сенат римский на Трояна Кесаре, стоящего пред консулом для принятия от него консульского достоинства, — возгласил, — тем ты более, тем ты величественнее. 24. Какие восклицания, какие плески Петру Великому быть долженствовали для его беспрекладного снисхождения. Видели, видели отцы наши венчанного своего государя не в числе кандидатов римского консульства, но межрядовыми солдатами, не власти над римом требующего, но поданных своих мановения наблюдающего. А вы — место прекрасное, место благополучное, которое толь чудным зрением насладились. А как вы удивлялись дружественному неприятельству полков единого государя, начальствующего и подчиненного, повелевающего и повинующегося? А как вы удивлялись осаде, защищению и взятию домашних новых крепостей не для настоящей корысти, но ради будущей славы, не для усмирения сопротивных, но ради ободрения единоплеменных учиненному? 25. Мы ныне, озираясь на он и минувшее лето. Представляем, коль великую любовью, коль горячую ревностью к государю воспалялось начинающееся войско, видя его в своем сообществе, за одним столом, ту же приемлющего пищу, видя лице его, пылью и потом покрытые видишь, что от них ничем не разнится, кроме того, в обучении и в трудах всех прилежнее, всех превосходнее. Таковым чрезвычайным примером премудрый государь, происходя по чинам с поданными, доказал, что монархи ничем так величества, славы и высоты своего достоинства прирастить не могут, как подобным сему снисхождением. Таковым поощрением укрепилось российское воинство и в двадцатилетную войну с короною шведскую и потом в другие походы наполнило громом оружие и победоносными звуками концы вселенной. Правда, что первое под Нарву сражение было неудачливо, но противных преимуществ и российского воинства уступления к их прославлению и к нашему уничижению больше от зависти и гордости увеличены, нежели каковы были самою вещью, ибо, хотя российское войско было по большей части двулетное против старого и к сражениям приобыкшего, 26, хотя несогласие учинилось между нашими полководцами, 27 и злохитрый переметчик открыл неприятелю все обстоятельства нашего стана, 28 и хотя Карл II на 10 скоропостижным нашествием не дал времени россиянам построиться, однако они и по отступлению отняли у неприятеля смелость продолжать бой и докончить победу, так что оставшиеся в целости российская лейб-гвардия и немало прочего войска затем только напасть на неприятеля не отважились, что не имели главных предводителей, которых он, призвав для Мирнага договора, удержал как своих пленников, 29 того ради гвардии и прочее войско с оружием, с военную казною, распустив знамена и ударив в барабаны, в Россию возвратились, 30 что сияние удача больше для показанных несчастливых обстоятельств, нежели для неискусства войск российских приключилось и что Петрова новое войско уже в младенчестве своем могло побеждать привыкшие один у полки противных, доказали в следующее лето 31 и потом многие одержанные над ними преславные победы. Я к вам обращаю мое слово, ныне мирные соседи, 32 когда вы сии похвалы военных дел нашего героя, когда вы превозносимые мною победы российского воинства над вами услышите не в поношение, но больше в честь вашу припишите, ибо стоять долгое время против сильного российского народа, стоять против Петра Великого, против мужа, посланного от Бога на удивление вселенной, и, наконец, быть от него побежденным есть славнее, нежели победить слабые полки под худым предводительством. Почитайте по справедливости истинную свою славу и храбрость героя вашего Карла и по согласию всего света утверждайте, что едва бы кто вас мог устоять пред лицем его гнева, когда бы чудную божескую судьбою не был в Отечестве нашем против его воздвигнут Петр Великий. Его храбрые и веденным регулярством устроенные полки воспоследовавшими в скором времени победами доказали, коль горяча и их ревность, каково в военном деле искусство, приобретенное от премудрага наставления и примера. Оставляя многочисленные победы, которые российское воинство сражениями числить приобыкло, не упоминая великого множества взятых городов и твердых крепостей, имеем довольное свидетельство в двух главных победах, под Лесным и под Полтавую. 33 где более удивил Господь свою на нас милость. Где яственнее открылось, коль сильнее имело успехи в заведении нового войска благословенное начинание и ревностное рачение Петрова. Что сего чуднее, что невероятнее могло воспоследовать. Войско к регулярству давно приобыкшее, из областей неприятельских дерзостей к бою славных приведенное, под предводительством начальников, в воинском упражнении все время положивших, войско всякими снарядами преизобильно снабденное, уклоняется от сражения с новыми российскими полками, числом много меньшими. Но они, не дая сопротивным отдохновения, быстрым течением постигли, сразились, победили, и главный их предводитель 34 с малыми остатками едва пленения избыл, чтобы принести своему государю плачевные вести, которыми, хотя он сильно возмутился, однако мужественным и стремительным духом бодрствуя, еще поощрялся против России, еще не мог увериться, чтобы малолетное войско Петрова могло устоять против его возмужавшей силы, наступающей под его самого предводительством и, надеясь на дерзостное обнадеживание бессовестного России-изменника, 35 не усомнелся вступить в украинские пределы нашего Отечества. Обращал высокомерными размышлениями Россию и весь Север Чайл уже быть под ногою своею. Но Бог в награждении трудов неусыпных воздал Петру совершенную победою над всем презрителем его рачений, который противо своего чаяния не токма очевидным был свидетелем невероятных героя нашего в военном деле успехов, но и бегством своим не мог избегнуть мечтающийся в мыслях стройной храбрости российской. Толь знатными победами прославив с собой великий монарх во всем свете свое воинство наконец доказал, что он сие больше для нашей безопасности учредить старался, ибо не токма узаконил, чтобы оное никогда не распускать, ниже во время безмятежного мира, как то при бывших прежде государях нередко к немалому упадку могущества и славы Отечества происходило, но и содержать всегда в исправной готовности. О, истинное отеческое 1Ф по печенье! Многократно напоминал он своим ближним верным поданным, иногда со слезами прося и целуя, чтобы толь великим трудом и столь чудным успехом предприятая обновление России, Апача военное искусство не было после него первых в нерадении оставлено. И в самое то всеродосное время, когда благословил Бог Россию славным и полезным миром со шведскую короною, когда усердные поздравления и должные ему титулы императора, великого, отца Отечества, приносились, не применуло 1С подтвердить публично правительствующему Сенату, что, надеясь на мир, не надобно ослабевать в военном деле. 36 Несимлин ознаменовал ясно, что ему сие высокие титулы не были приятны без наблюдения и содержания впредь завсегда регулярного войска. Обозрев скорым оком на сухом пути силы Петровы, в младенчестве возмужавшие обучение свое с победами соединившие, прострем чрез воды взор наш, слушатели, посмотрим там дела Господни и чудеса его в глубине, Петром показанные и свет удивившие. Пространная российская держава наподобие циолога света едва не отовсюду великими морями окружается и он и себе в пределы поставляет. На всех видим распущенные российские флаги. Там великих рек Устья и новые пристани едва вмещают судов множество, Инти стонут волны под тягостью российского флота, и в глубокой пучине огнедышащие звуки раздаются. Там позлощенные и наподобие весны процветающие корабли, в тихой поверхности вод изображаясь, красоту свою усугубляют, Инти, достигнув спокойного пристанища, плаватель удаленных стран избытки выгружает к удовольствию нашему. Там новые Колумбы 37 к неведомым берегам поспешают для приращения могущества и славы российской, Инти другой Тифис между сражающимися горами плыть дерзает, со снегом, с омразом, с вечными льдами борется и хочет соединить восток с западом. Откуда то лекая слава и сила российских флотов по толь многим морям в краткое время распространилось? Откуда материи? Откуда искусство? Откуда махины и орудия, нужные в толь трудном и многообразном деле? Не древние ли исполины, вырывая из густых лесов и гор при высоких великие дубы, по бригам повергли к строению? Неамфион ли сладким лирным игранием подвигнул разновидные части к сложению чудных крепостей, летающих через волны? Таковым бы истинно вымыслом чудная поспешность Петрова в сооружении флота приписалась, есть ли бы такое невероятное и выше сил человеческих быть являющееся дело в отдаленной древности приключилось и не было б в твердой одинче памяти у многих очевидных свидетелей и в письменных без всякого изъятия достоверных известиях. Всех мы с удивлением читаем, а то на их небессердечного движения в дружелюбных разговорах слышим, что нельзя определить, сухопутное ли или морское войско учреждая больше труда положил Петр Великий. Однако о том нет сомнения, что в обоих был неутомим, в обоих превосходен, ибо как для знания один ша всего, что не случается в сражениях на сухом пути, не токмо прошел все чины, но и все мастерства и работы испытал собственным искусством, дабы ни над кем не просмотреть упущение должности и ни от кого излишества свыше сил не потребовать. Подобным образом и во флоте не учинив опыта ничего не оставил, чем бы только его проницательные мысли или трудолюбивые руки могли упраздниться. С того самого времени, когда оноговещую малага ботика, 38 но действием и славою великого, изобретение погудило неусыпный один ждух Петров к полезному рачению основать флот и на морской глубине показать российское могущество, устремил и распростер великого разума своего силы Одинов во все важного сего предприятия части, который рассматривая уверился, что в толь трудном деле успехов иметь невозможно, ежели он сам довольнага в нем знания не получит. Но где оно и постигнуть? Что великий государь предприемлет? Щудилось прежде бепчисленное народа множество, стекшееся видеть восхищающее позорище на полях московских, когда наш герой, едва выступив из лет младенческих, в присутствии всего царского дома, при один из знатных чинах российского государства и при знатном собрании дворянства, один анто радующихся, то один и повреждение здравию его боящихся, трудился, размеривая регулярную крепость, первую, 39 как мастер, копая рвы и взвозя землю на раскаты, как рядовой солдат, всем повелевая, как государь, всем дая пример, как премудрый учитель и просветитель. Но вящие возбудил удивление, вящие показал позорище пред очами всего света, когда сначала на малых водах московских, 40 потом на большей ширине озер ростовского и кубинского, 41 наконец, в пространстве белага моря 42 уверясь о несказанной пользе мореплавания, первый отлучился на время из своего государства и сокрыв величество своей особы, между простыми работниками в чужой земли корабельному делу обучаться не погнушался. Два, а удивлялись сперва два к чудному делу, прилучившиеся с ним купно в обучении, как россиянин толь скоро не токмо простой плотнической работе научился, два в не токмо ни единой части к строению и сооружению кораблей нужной не оставил, который бы своими руками не умел сделать, но и в морской архитектуре 43 толика и приобрел искусство, что Голландия не могла уже удовольствовать его глубокого понятия. Потом, коль великое удивление во всех возбудилось, когда уведали, что непростой то был россиянин, но сам толь великого государства обладатель к тягостным трудам простер рожденные и помазанные для ношения скиптра и державы руки. Но только ли было, что для одного любопытства или, по крайней мере, для указания и повелительства в Голландии и в Британии достиг совершенной теории и практики к сооружению флота и в мореплавательной науке. Везде великий государь не токмо повелением и награждением, два грамма, но и собственным примером побуждал к трудам поданных. Я вами свидетельствуюсь, великие российские реки, я к вам обращаюсь, счастливые береги, посвященные Петровыми стопами и по том его орошенные. Коль часто раздавались на вас бодрые и ревностные клики, когда тяжкие к составлению корабля приуготованные члены, нередко тихо отработающих движимые наложением руки его к скорому течению устремлялись, и оживленные примером два до его множества с невероятную поспешностью совершали великие громады. Коль чудным и ревностному сердцу чувствительным зрением наслаждались стекшиеся народы, когда он и великие здания к сошествию на воду приближались. Когда неусыпный их основатель и строитель, многократно то на верху он их, то под ними обращаясь, то кругом вторые обходя, примечал твердость каждой части, силу махин, всех предосторожностей точности усмотренные недостатки исправлял повелением, ободрением, догадкою и неутомимых рук своих поспешным искусством. Сим неусыпным мрачением, сим непобедимым в труде постоянством баснословная древних поспешность невымыслами, но правдою два жводни Петровы показалось. Два зе. Коль радостны были великому государю Толике и в морском деле успехи, к несказанной пользе и славе государства рачением его произведенные, легко два из того усмотреть можно, что не токмовоздаянием удовольствовал с потрудившихся второй с собою, но и бепчувственному дереву показал преславный знак благодарности. Покрываются невские струи судами и флагами, не вмещают береги великого множества стекшихся зрителей, колеблется воздух и стонет от народнага восклицания, от шума весел, от трубных голосов, от звука огнедышащих махин. Какое счастье, какую радость нам небо посылает. Кому на Сретение монарх наш с таковым великолепием выходит. Ветхому ботику, 44, но в новом и сильном первенствующему флоте. Представив всего величества, красоту, могущество и славные действия и купно онага малость и худость, видим, что всего никому в свете произвести не было возможно, кроме исполинской смелости в предприятии и неутомимой в совершении бодрости Петровой. При восходе на земли, не сравнен на водах силою и славою военную был великий наш защитник. От краткого сего и часть некоторую трудов его содержащего исчисления уже чувствую утомление, слушатели, две копейки, но великое и пространное похвал его вижу поле пред собою. Итак, дабы к совершению течения слова моего силы и определенного 2л времени достало, употреблю возможную поспешность. К основанию и произведению в действии во втором толь великой морской и сухопутной силы, сверь к сего дван к строению новых городов, крепостей, пристани и к сообщению рек великими каналами, к укреплению пограничных линей в Аламе, к долговременной войне, к толь частым и дальным походам, к строению публичных и приватных зданий новую архитектуру, к сысканию искусных людей и всех других способов для распространения наук и художеств, на содержание новых чинов придворных и штатских, коль великая казна требовалась, всякому ясно представить можно и два, а рассудить, что к тому не могли достать доходы Петровых предков. Того ради премудрый государь крайне приложил старания, как бы внутренние и внешние государственные сборы умножить без народного разорения, и по врожденному своему просвещению усмотрел, что не то к маказне великая прибыль воспоследует, но и общее поданных спокойство и безопасность единым учреждениям утвердится. Ибо, когда еще не было два п числа всего российского народа и каждого два эр человека жилище известно, своевольство не пресечено, каждому куда хочет, приселиться и странствовать по своему произволению не запрещалось, наполнены были улицы бесстыдную и шатающуюся нищетою, дороги и великие реки нередко запирались злодейством воров и целыми полками душегубных разбойников, от которых не токма села, но и города разорялись. Превратил премудрый герой вред в пользу, леность в прилежание, разорителей в защитников, когда исчислил поданных множество, 45 утвердил каждого на своем жилище, 46 наложил легкую, но известную подать, через что умножилось и учинилось известное количество казенных внутренних доходов и число людей в наборах, умножилось прилежание и строгое военное учение. 47 многих, которые бы в прежних обстоятельствах остались вредными грабителями, принудил готовыми быть к смерти за отечество. Сколько другие к сему служащие премудрые учреждения спомоществовали, о том и молчеваю, упомяну о приращении внешних доходов. Всевышняга промысл споспешествовал добрым намерением и рачением Петровым, отворил рукою его новые пристани на Варяжском море при городах, храбростью его покоренных и собственным трудом воздвигнутых. 48 совокуплены великие реки для удобней шага проходу российского купечества, 49 сочинены пошлиные уставы, 50 утверждены купеческие договоры с разными народами. 51 и так, прирастая внутрь и вне, довольство сколько спомоществовало, яствует из самого начала сих учреждений, ибо, продолжая 20 лет трудную войну, Россия от долгов была свободна. Что ж, уже ли все великие дела Петрова изображены слабым моим начертанием? А коль много еще размышлению, голосу и языку моему труда остается. Я вам, слушатели, я вашему знанию припоручаю, коль много требовало неусыпности основания и установления правосудия, учреждения правительствующего Сената, Святейшего Сенода, государственных коллегий, 52 канцелярии и других мест, присутственных с узаконениями, регламентами, уставами, расположений чинов, 53 заведения внешних признаков для оказания заслуг и милости, 54, наконец, политика, посольства и союзы с чужими державами. Вы все сие сами в просвещенных Петром умах ваших представьте. Мне только остается предложить едино краткое всего изображение. Когда бы прежде начала Петровых предприятий, приключилось кому отлучиться из Российского Отечества в отдаленные земли, где бы его имя не загремело, будя такая земля есть на свете, потом бы, возвратясь в Россию, увидел новые в людях знания и искусство, новое платье и обходительство, новую архитектуру с домашними украшениями, новое строение крепостей, новый флот и войско, всех сих не токма иной образ, но и течение рек и морских пределов усмотрел перемену, чтоб тогда помыслил. Не мог бы рассудить иначе, как что он был в странствовании многие веки, либо все то учинено в толь краткое время общими силами человеческого рода, или творческую Всевышняга рукою, или, наконец, все мечтается ему в сонном привидении. Из всего моего, почти тень един у Петровых славных дел, показающего слово видеть можно, коль они велики. Но что сказать о страшных и опасных препятствиях, бывших на пути исполинского его течения. Больше похвалу его возвысили. Подвержено таковым переменам состояние человеческое, что из благополучных противные, из противных благополучные следствия рождаются. Что приращению нашего благополучия могло быть всего противнее, когда Россию, обновляющему Петру и Куб на Отечеству извне нападения, извне огорчения, отовсюду опасности грозили и пагубные следства приуготовлялись. Война — дело домашнее, домашнее дело войну отягощали, которое еще прежде нача. Ла своего начала. Быть вредительно. Подвигнулся великий государь из Отечества с великим посольством видеть европейские государства, познать их преимущества, дабы, возвратясь, употребить их в пользу своих поданных. Только лишь спришел владение своего предела, везде ощутил великие тайно поставленные препоны. Пятьдесят пять, однако он их как по всему свету извещенных ныне не упоминаю. Пятьдесят шесть мне кажется, и бездушные вещи чувствовали опасность, приближающуюся к российской надежде, чувствовали струи Двинский и будущему своему повелителю между густым льдом к спасению от устроенных коварств стезе открыли и преодоленные им опасности Балтийским берегам, разливаясь, возвестили. Пятьдесят семь и сбыв от опасности, поспешал в радостном пути своем, довольствуя очи и сердце и обогащая разум. Но ах! Неволею пресекает свое преславное течение. Какую имел сам с собою Расплю? С одной стороны, влечет любопытство и знание, отечеству нужное, с другой стороны, само бедствующее отечество, которое к нему, к единому своему упованию простерши руки, восклицало, возвратись и поспешно возвратись, меня терзают внутри змейники. Ты странствуешь для моего блаженства, с облагодарением признаваю, но прежде укроти свирепых. Ты расстался со своим домом, со своими кровными для приращения моей славы, с усердием почитаю, но успокой опасное нестроение, оставил данный тебе от Бога венец и скипетр и простым видом скрываешь лучи своего величества для моего просвещения, с радостной надеждой у того желаю, но отврати мрачную грозу неспокойство с домашняга горизонта. Такими движениями сердца проницаясь, возвратился для утоления страшные бури. 58 таковые противности воспещали герою нашему в славных подвигах. Коль многими отвсюду окружен был неприятелями. Извне воевала Швеция, Польша, Крым, Персия, многие восточные народы, атаманская порта, извнуты, стрельцы, раскольники, казаки, разбойники. В доме от самых ближних, от своей крови злодейство, ненависть, предательство на дражайшую жизнь его приуготовлялись. 59, что все подробно описать трудно и слушать небезболезненно. К радости в радостное время обратимся. Помог Всевышний Петру преодолеть все тяжкие препятствия и Россию возвысить. Споспешествовал его благочестью, премудрости, великодушию, мужеству, правде, снисходительству, трудолюбию. Усердие и вера к Богу во всех его предприятиях известно, первое его веселье был дом Господень, не слушатель Токма предстоял божественной службе, но сам чиноначальник. Умножал внимание и благоговение предстоящих своим монаршеским глазом и вне государского места с простыми певцами наряду стоял перед Богом. 60 много имеем примеров его благочестия, но один ныне давлеет. Выезжая в Сретение телу святаго и храбраго князя Александра, благоговение исполненным действием подвигнул весь град, подвигнул струи Невские. Чудное видение. Гребут кавалеры, сам монарх на корме управляет и к простых людей труду пред всем народом помазанные руки простирает вера ради. 61 ей, укрепляясь, избыл многократного стремления кровожаждущих изменников. Осенил Господь над главою его силою свыше в день полтавские брани и не допустил к ней прикоснуться смертоносному металлу. Рассыпал перед ним, как некогда, ерихонскую, нарвскую стену, не во время ударов из огнедышащих махин, но во время божественной службы. 62. Освященного и огражденного благочестием одарил Бог несравненную премудростью. Какая важность в рассуждениях, беспритворная в словах краткость, в изображениях точность, в произношении сыновитость, жадность к познанию, прилежное внимание благоразумных и полезных разговоров, в очах и на всем лице разума постоянства. Через сии Петрова дарование приняла новый вид Россия, основаны науки и художества, учреждены посольства и союзы, отвращены хитрые умыслы некоторых держав против нашего отечества и государем, иному сохранено королевство и самодержаство, 63 иному возвращена отнятая неприятельми корона. 64. Из-за всего предречена годовольно яствующий, свыше влиянной ему при мудрости споспешествовало его геройское мужество, он и удивил вселенную, всему страшил противных. В самом своем нежном младенчестве показал при военных обучениях бесстрашия. Когда все смотрители нового дела, метание бомб на означенное место, весьма опасались повреждения, младый государь в близости смотреть всеми силами порывался и слезами своей родительницы, прошением братним и знатных персон молением едва был одержан. 65. Странствуя в чужих государствах для учения, коль многие презирало опасности для обновления России. Плавание по непостоянной морской пучине служило ему вместо увеселения. Коль много крат морские волны, возвышая гордые вельки свои, непревратной смелости были свидетели, быстро текущим флотом рассекаемы, в корабли ударяли и с пламенем и ревущим по воздуху металлом в единую опасность совокуплялись, его не устрашили. Кто без ужаса представить может ли Тищага по полям полтавским в устроенном к бою своем войске Петра между градом пуль неприятельских, около главы его шумящих, возвышающего сквозь звуки глаз свой и полки к смелому сражению ободряющего. И ты, знойная Персия, ни быстрыми реками, ни топучими болотами, ни стремнинами гор превысоких, ни ядовитыми источниками, ни раскаленными песками, ни внезапными набегами непостоянных народов не могла препятить нашествию нашего героя, не могла удержать торжественного въезда в наполненные потаенным оружием и лукаством города. 66. Больше примеров о геройском его духе для краткости не предлагаю, слушатели, не упоминаю многих сражений и побед, в его присутствии и его предводительством бывших, но представляю его великодушие, великим героем сродное, которое украшает победы и больше движет сердце человеческие, нежели храбрые поступки. В победах имеет участие храбрость воинов, вспоможение союзников, место и времени удобности больше всего присвояет себе счастье, как бы некоторое собственное свое достояние. Великодушию победителеву все принадлежит единому. Славнейшую получает победу, кто себя побеждает. Не имеют в ней ни воины и ни союзники, ни время, ни место, ни само господствующее делами человеческими счастье и ни малейшего жребия. Правда, победителям разум удивляется, но великодушных любит сердце наше. Таков был великий наш защитник. Отлагал гнев свой купно сооружием и не токмо из неприятелей никто живота лишен не был, как только против его ополченный, но и бесприкладная честь им показана. Скажите, шведские военачальники, под Полтавую плененные, что вы тогда помышляли, когда, ожидая связания, припоясаны были потнятыми против нас мечами своими, ожидая посаждения в темнице, посаждены были за столом победительским, ожидая посмеяния, поздравлены были нашими учителями. Коль великодушного победителя вы имели. 67. В великодушию сродно и часто сопряженно есть правосудие. Первое звание поставленных от Бога на земли обладателей есть управлять и мир в преподобии и правде, награждать заслуги, наказывать преступления. Хотя военные дела и великие другие упражнения, а особливо прекращение веку 68 много препятствовали великому государю установить во всем непременные и ясные законы, однако, сколько на то трудов его положено, несомненно удостоверяют многие указы, уставы и регламенты, которых составление многочисленные для отдохновения, многочисленные ночи сна его лишили. Докончить и принести к совершенству судил Бог подобный таковому родителю Щерри в безмятежное и благословенное ее овладение. Но хотя ясными и порядочными законами не утверждено было до совершенства, однако в сердце его написано было правосудие. Хотя не все в книгах содержалось, но делом совершалось. При всем том милость на суде хвалилась в самых тех случаях, когда многим его делам препятствующие злодеяния к строгости принуждали. Из многих примеров один докажет, простив многих знатных особ за тяжкие преступления, объявил свою сердечную радость приятием их столу своему и пушечную пальбою. 69 не отягощает его казнь Стрелецкая. 70 представьте себе и помыслите, что ему ревность к правде, что сожаление о поданных, что своя опасность в сердце говорила, пролита неповинная кровь по домам и по улицам московским, плачут вдовы, рыдают сироты, воют насилованные жены и девицы, сродники мои в доме моем пред очами моими живота лишились и острое оружие было к сердцу моему приставлено. 71 я богом сохранен, сносил, уклонялся, я вне градостранствовал. Ныне полезное мое путешествие пресекли, вооружась явно против отечества. За все сие, ежели не отмщу и конечные пагубы не пресеку казнью, уже вижу наперед площади, наполнены трупов, расхищаемые домы, разрушаемые храмы, Москву, со всех сторон объемлемы пламенем, и любезное отечество повержено в дыму и в пепеле. Все сие пагубы, слезы, кровь на мне бог взыщет. Такого конечного правосудия наблюдения принудило его к строгости. Ничем не могу я больше доказать его милостиваго и краткаго сердце, как беспрекладным снисходительством к его поданным. Превосходен дарованиями, возвышен величеством, возвеличен преславными делами, но все сие больше беспрекладным снисхождением умножил, украсил. Часто меж поданными своими просто обращался, не имея великого и монаршеское присутствие, показающего великолепия и раболепства. Часто пешему свободно было просто встретиться, следовать, идти вместе, зачать речь, кому потребуется. Многих прежде государей раби на плечах, на головах своих носили. Его снисхождение превознесло выше самих государей. Во время самага веселья и отдохновения предлагались дела важные, важность не умаляла веселье, и простота не унижала важности. Как ожидал, принимал и встречал своих верных. Какое увеселение за столом его было? Спрашивает, слушает, отвечает, рассуждает как с друзьями, и сколько время стола малым числом пищей сокращалась, столько продолжалось снисходительными разговорами. Меж толь многими государственными попечениями жил, как с приятелями, в прохлаждении. Вколь малые хижины художников вмещал свое величество и самых низких, но искусных и верных рабов ободрял своим посещениям. Коль часто с ними упражнялся в художествах и в трудах разных, ибо он привлекал к тому больше примером, нежели принуждал силою. И ежели, что тогда казалось принуждением, ныне явилось благодеянием. За отдохновение почитал себе трудов своих перемену. Не то к мадене ли утро, но и солнце на восходе освещало его на многих местах за разными трудами. 72 государственные, правительствующие и судебные места, им учрежденные, в его присутствии дела вершили. Различные художества не только моего присмотром, но и рук его вспоможением к приращению поспешали, публичные строения, корабли, пристани, крепости всегда видели и имели его в основании показателя, в труде ободрителя, в совершении наградителя. Что ж его путешествия или, лучше быстропарящие летания. Едва услышала глаз повеления его белое, уже чувствует Балтийское море. Едва путь кораблей его скрылся на водах Азовских, уже шумят уступающие ему Каспийские волны. Ивы, великие реки, Южная Двина и Полночная, Днепр, Дон, Волга, Бук, Висла, Адра, Алба, 73 Дунай, Секвана, Тамиза, 74 Рен и прочее. Скажите, сколь много крат вы удостоились изображать вид великого Петра в струях ваших? Скажите. Я не могу исчислить. Мы ныне только с радостным удивлением смотрим, по каким путям он шествовал, под которым древом имел отдохновение, из катарага источника утолял жажду, где с простыми людьми, как простой работник, трудился, где писал законы, где начертал корабли, пристани, крепости и где между тем, как приятель, обращался с поданными своими. Как небесное светило течением, как мореприливом и отливом, так он попечением и трудами для нас был в непрестанном движении. Я в поле меж огнем, я в судных заседаниях меж трудными рассуждениями, я в разных художествах между многоразличными махинами, я при строении городов, пристани и, краткое, каналов, между бесчисленным народом множеством, я меж стенанием валов Белага, Чернага, Балтийского, Каспийского моря и Самага океана духом обращаюсь. Везде Петра Великого вижу в поте, в пыли, в дыму, в пламени, и не могу сам себя уверить, что один везде Петра, но многие и не краткая жизнь, но лет тысяча. С кем сравню Великого государя? Я вижу в древности и в новых временах обладателей, великими названных. И правда пред другими велики. Однако пред Петром малы. Иной завоевал многие государства, но свое отечество без презрения оставил. Иной победил неприятеля, уже великим именованного, но с обеих сторон пролил кровь своих граждан ради одного своего честолюбия и вместо триумфа слышал плач и рыдания своего отечества. Иной многими добродетелями украшен, но вместо чтоб воздвигнуть не мог удержать тягости подающего государства. Иной был на земле воин, однако боялся моря. Иной на море господствовал, но к земле пристать страшился. Иной любил науки, но боялся обнаженной шпаги. Иной ни железа, ни воды, ни огня не боялся, однако человеческого достояния и наследства не имел разума. Других не употребляю примеров, кроме Рима. Но и тот недостаточен. Что в 250 лет, от Первой пунической войны до августа, непоты, сцебионы, маркелы, регулы, метелы, катоны, сулы произвели, то Петр сделал в краткое время своя жизни. Кому ж я героя нашего подоблю. Часто размышлял я, каков тот, который всесильным мановением управляет небо, землю и море тхнет дух его, и потекут воды, прикоснется горам, и воздымятся. Но мыслям человеческим предел предписан. Божества постигнуть не могут. Обыкновенно представляют его в человеческом виде. Итак, ежели человека, богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю. 75. За великие к Отечеству заслуги назван он Отцом Отечества. Однако мал ему титул. Скажите, как его назовем за то, что он родил тщерь всемилостивейшую, государыню нашу, которая на Отеческий престол мужеством вступила, гордых врагов победила, Европу усмирила, благодеяниями своих поданных снабдила. Услыши нас, Боже, награди Господи. За великие труды Петровы, за попечение Екатеринина, за слезы, за воздыхание, которые две сестры, две тщери Петровы, разлучаясь, проливали, 76 за несравненные всех краси и благодеяния, награди долгоденствием и потомством. А ты, великая душа, сияющая в вечности и героев блистанием помрачающая, красуйся тщерь твоя царствует, внук, наследник, правнук по желанию нашему родился. Мы тобою возвышены, укреплены, просвещены, украшены, ею избавлены, ободрены, защищены, обогащены, прославлены. Прими в знак благодарности недостойное сие приношение. Твои заслуги больше, нежели все силы наши. Примечание. Печатается по последнему прижизненному изданию, Соч. 1757, стр. 208, 238, с указанием в сносках вариантов по отдельному недопечатанному и не вышедшему в свет изданию 1754 год. От. Ац. 1754, и по отдельному изданию 1755 год. От. Ац. 1755. Местонахождение рукописи неизвестно. Впервые напечатано, от. Ац. 1755. Варианты по не вышедшему в свет от. Ац. 1754 публикуются впервые. Датируется предположительно промежутком времени с 1754 года. Не позднее ноября, по 14 апреля 1755 года. Слово «Похвальное Петру 1» было задумано Ломоносовым в самом начале 1753 год. А может быть еще и в 1752 году. 4 января 1753 года. Он писал, И. И. Шувалову, когда ваше превосходительство меня удостоверить изволите, что мои сочинения в прозе не противны, то можете иметь в том новый опыт, ежели мне в будущий 1754 год повелено будет говорить похвальное слово Петру Великому в публичном академическом собрании, на что я готов положить все свои силы, т. 10 на Аст. Ац. Письмо 24. Более года спустя, 18 апреля 1754 года. Ломоносов снова поднял тот же вопрос, на этот раз уже в академическом собрании, предлагая отложить публичную ассамблею до начала 1755 год. Ломоносов пояснял, что это дало бы ему возможность подготовить и произнести по Нигире к Петру 1, который ему давно должна Академия, Т. 9 на Аст. Ац. Страница 331. Повеление, о котором писал Ломоносов Шувалову, состоялось, но когда именно, мы не знаем. Вероятно, оно было передано Ломоносову не в письменном виде, а на словах. Не знаем мы и того, когда приступил Ломоносов к работе над словом. Известно лишь, что в конце ноября 1754 год. Эта работа была в самом разгаре, в письме Л. Эйлеру от 28 ноября Ломоносов, жалуясь на недосуг, объяснял, что должен спешить с похвальным словом, которое предстоит произнести 19 декабря, там же, письмо 47. К первым числам декабря начала слова было написано и представлено президенту академик, Г. Розумовскому, который 9 декабря распорядился перевести его на французский язык и напечатать этот перевод в количестве стоек. А.Н.Ф. 3.О.П. 1. Номер 523.Л. 422.О.П. А на следующий день, 10 декабря 1754 года, Г.Н. Теплов прислал в академическую канцелярию первые два листа русского текста, там же, номер 465, Л. 387. Канцелярия, не дожидаясь остального текста, в тот же день отправила полученные листы в типографию с приказанием как наивозможно поспешать, там же, номер 194, Л. 264, номер 602, Л. 130. Однако через четыре дня, 14 декабря, Ломоносов известил канцелярию через ее секретаря П. И. Ханино, что тем понигириком, который он, Г. Советник, сочиняет и который ему говорить надлежало в публичной при Академии сего декабря 19-го числа Ассамблеи, не поспеет, ибо да ему Г. Советнику желательно было, чтоб тот понигирик напечатать после Ассамблеи, однако ж того у него не принято, и так да теперь вдруг он и понигирик сочинять, да и корректура его править в таком кратком времени пришло невозможно, там же, номер 523, Л. 428, А. 429. Типография, отпечатав к этому времени три листа, приостановила дальнейшую работу и получила из канцелярии распоряжение отпущенную на это дело бумагу хранить у себя до указу, там же Л. 441, А. Также поступили и с материалами, закупленными для переплетов, там же Л. 447, конференц-секретарь Г. Ф. Миллер сохранил в своем личном архиве экземпляр напечатанных в декабре 1754 год. Листов, снабдив его следующей надписью на обороте, обертки, сей речи напечатаны только первые пять листов, и как по многим препятствиям она не могла быть говорена, то сочинитель все то, что всем экземпляре очерчено, поместил в похвальном слове, говоренном им апреле 26 дня 1755 года, подлинник по-немецки, под ним рукой неизвестного лица, почерком 18. Написан напечатанный выше русский перевод. Сэгадо, библиотека, номер 92251. Остается неясным, в чем именно заключались упоминаемые Миллером препятствия, в том ли только, что Ломоносов не успел дописать панигирик к положенному сроку, или в чем-нибудь другом. Несомненно лишь, что в 1754 году. Слово похвальное не было не напечатано полностью, не произнесено, по всей вероятности, не было оно в этом году и дописано. К концу 1754 год. В связи с обсуждением вопроса о пересмотре академического регламента, в Академии сложилась столь тяжелая для Ломоносова обстановка, что он возбуждал даже ходатайство о переводе его в какое-нибудь другое ведомство, Т. 10 на Аст. Ац. Письмо 48 и примечание к нему, а в феврале 1755 год. У него произошло на той же почве столкновение с тепловым, которое повело к тому, что президент запретил Ломоносову являться в академическое собрание, там же, примечание к письму 49. В прямой связи с этими событиями Ломоносов занимался в начале 1755 год. Составлением пространной записки о исправлении Академии наук, там же, документ 395. Трудно представить себе, что при подобных обстоятельствах он продолжал в то же время работать и над словом похвальным. 29 марта 1755 года К. Г. Разумовский отменил под давлением высокопоставленных покровителей Ломоносова свой запрет и одновременно приказал канцелярии объявить Ломоносову, чтобы он как возможно старался изготовить будущие ассамблеи, Т. Е. Апреля 26 числа, слово, похвальное императору Петру Великому, которое давно уже обещал сочинить, А. 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 Ф. 3. Об. 1, номер 466, l. 98, номер 524, l. 140, 140, l. 140, l. 43, l. 43, l. В течение ближайших двух недель слово было дописано, или, вернее сказать, написано заново. Сам Ломоносов отметил затем в одном из своих отчетов, что сочинил слово в 1755 году. Т. 10 Наст. Ац. Документ 516. К 14 апреля 1755 года. Весь текст был, по-видимому, готов, так как в этот день канцелярия вынесла резолюцию о напечатании Панигирика, Аан, Ф. 3, О. 1, номер 524 Л. 154 А. Что и было выполнено типографией в должный срок. В день ассамблей, 26 апреля, канцелярия определила продавать слово похвальное по цене 40 копеек. За экземпляр, там же, Л. 157 Оставалось произнести речь. Произношение, писал Ломоносов еще за 12 лет до этого, имеет великую силу в предложении слова, когда преизрядными замыслами наполненный умный язык, очи, лице, руки и весь стан ритора красоту свою изливает и свое великолепие чувствам слушателей ясно представляет, Т. 17. А. Ц. Страница 77. Хоть Ломоносов и не рабел, по свидетельству современников, ни перед какой аудиторией, хоть и славился с молоду глубокой памятью, силой и гибкостью, или, как тогда говорили, ломкостью голоса, однако предстоявшее ораторское выступление, заботило его, как видно немало, когда за четыре дня до ассамблеи его пригласили в академическое собрание, он ответил, что не придет, так как готовится к произнесению по Нигирико, протоколы конференции, Т. 2, страница 327. Заучивался наизусть текст, обдумывались и, вероятно, репетировались те умеренные интонации и жесты, к которым обязывал, по учению Ломоносова, состав вельможных слушателей, среда. Т. 17. А. Ц. Страница 79. Параграф 139. 28 апреля 1755 года. В Санкт-Петербургских ведомостях появилась заметка, где сообщалось, что 26 числа в Академии наук было публичное собрание, причем коллежский советник и химии профессор Г. Ломоносов при многочисленном собрании знатных министров, придворных кавалеров и других знатных персон говорил похвальное слово блаженной и вечно достойной памяти государю-императору Петру Великому на российском языке. После собрания о полуднюк Г. Разумовского был трактамент Т. Е. Прием, куда в числе прочих членов академических был зван, очевидно, и Ломоносов, Санкт-Петербург-Вет. 1755, номер 34. Ораторский успех слова похвального не вызывает сомнений, парадных переплетенных экземпляров, приготовленных для раздачи знатным особам, не хватило, пришлось переплести дополнительно еще 50 экземпляров. А.Н. Ф. 3. О.П. 1, номер 524. Л. 157. Если же говорить о литературном успехе, то он был, кажется, не так громок, как успех слова похвального императрицы Елизавете Петровне. Правда, «Панигирик Петру-1» был выпущен еще раз в 1758 году. В составе первого тома собрания сочинений Ломоносова, издававшегося Московским университетом, а через несколько месяцев после смерти Ломоносова, в начале января 1766 год. Академия наук снова выпустила «Панигирик», вместе с словом похвальным императрицей Елизавете Петровне, отдельным изданием, А.Н. Ф. 3. О.П. 1, номер 292. Л. 178. О.П. 181. Таким образом, со стороны тогдашних читателей спрос на это произведение Ломоносова был довольно значителен, однако литераторы того времени обошли его молчанием, а из числа критиков начало 19. Некоторые, в частности М. Г. Кочановский, высказались о слове похвальным Петру-1, если и не вполне отрицательно, то весьма сдержанно, находя в нем недостаток полноты и соразмерности, отсутствие простоты и легкости и укоряя Ломоносова в слишком заметном подражании Плинию, труды общества любителей российской словесности, Москва 1812, ч. 3, стр. 92-102. Что касается самого автора, то он был, по-видимому, удовлетворен своим новым произведением, об этом говорит ряд известных нам фактов. Так, через три с небольшим месяца после произнесения слова, 4 августа 1755 года. Ломоносов, возбуждая вопрос об издании Академии наук 2-го тома его сочинений, заявляет желание включить в этот том прежде всего Панигирик Петру-1 т. 19. Ац. Страница 401. Два года спустя, 2 сентября 1757 года. Ломоносов пишет и, и. Шувалову, что Вольтер, до того как приняться за составление истории царствования Петра-1, должен себе сделать краткий план, для чего он, добавляет Ломоносов, и сочиненный мною Панигирик не без пользы употребить может, ежели на французский язык переведен будет. Профессор Штрубе уже перевел великую его часть, однако я не мог упросить, чтобы он привел к окончанию, а приказать власти не имеют. Т. 10 Наст. Ац. Письмо 53. Ф. Г. Штрубе де Пермонт успел выбыть к тому времени из состава академии, так и не окончив, видимо, порученного ему перевода. Панигирик был переведен на французский язык только двумя годами позже, в 1759 году. Секретарем И. И. Шувалово бароном Чуди, переведен, по словам Ломоносова, плохо и вопреки возражениям автора Т. 10 Наст. Ац. Примечание к документу 459, но тем не менее издан в свет в этом именно переводе А. Ф. 3. Об. 1. Номер 243. Л. 38-45. Об. И в июле 1759 год. Отправлен Вольтеру, Акад. Ац. Т. 8. Страница 143. Ф. Тор. Пак. А осенью 1761 год. Ломоносов разослал тот же перевод, кроме того, и ряду зарубежных научных деятелей вместе с некоторыми другими своими сочинениями, Т. 10 Наст. Ац. Документ 459 и примечание к нему. Я получил слово, похвальное Петру Великому, которое ваше сиятельство благоволили ко мне отправить, писал Вольтер Шувалову 7 сентября 1759 года. Член Академии вашей весьма справедливо делает, что воспевает похвалы сему императору. Люди по такой же причине обязаны бить хвалу Богу, ибо непременно надлежит хвалить того, который нас создал. Всем похвальном слове действительно есть красноречие. Я вижу, что ваш народ вскоре будет отличать себя науками так же, как оружием, но он вам, государь мой, наиболее за он и будет обязан. Я же имею к вам признательность за получение от вас записок, наставительнейших т, е, более поучительных, нежели слово похвальное. То, что есть одна только похвала, часто служит к единственному показанию сочинителя во разума. Одно наименование заставляет читателя быть в осторожности, одни истинные истории могут заставить рассудок верить и удивляться. Прекраснейшее слово похвальное Петру Великому есть, по моему мнению, дневные его записки, письма Г. Вольтера к графу Шувалову и некоторым другим российским вельможам 1757-1773. Переведено с французского статским советником и кавалером Н. Левице Ким, Москва 1808, страница 39-40. В этом едком и высокомерном отзыве, вежливо-одобрительном только по внешности, заключено зерно истины. Подобным же в сущности образом высказались о слове похвальным и некоторые позднейшие отечественные историки, Е. Ф. Шмурла, Петр Великий в оценке современников и потомства. Журнал Министерства народного просвещения, 1911, т. кс-кс-ксвиз, номер 12, от, 2, страница 211-213. Мы не знаем, стал ли известен Ломоносову положительный отзыв о слове похвальным, опубликованный в 1761 году. Тем самым и. Гатшедом, по чьим книгам и статьям Ломоносов изучал когда-то, еще в Германии, поэтику и риторику. В своем журнале «Дасниуэстэаус» Дэрон Матиджин Джолихасом Кейт, новейшей из области изящной учености, 1761, страница 200-207, Гатшед напечатал немецкий перевод Ломоносовского слова похвального, сопроводив его такими словами, теперь уже наши читатели могут сами судить о том, какой мужественной силой и каким хорошим вкусом обладает этот русский витие. Ценность слова похвального не столько в характеристике Петра 1, сколько в отчетливой и полной формулировке того взгляда на Петра и на его преобразование, который сложился к середине 18. У самых передовых и самых просвещенных русских деятелей этого времени, а в том числе и у самого выдающегося из них — Ломоносова. По праву, считая себя прямым продолжателем просветительной работы Петра, Ломоносов был искренен в своих гиперболических восхвалениях преобразователя. Вот отчего тяжелые оковы риторической формы не помешали панигеристу подняться, особенно в конце слова, до подлинно поэтического воодушевления. Один торжественная ассамблея Академии наук, во время которой произнесено было Ломоносовым слово «Похвальное Петру 1», была приурочена к праздновавшейся 25 апреля 1755 года. Годовщине коронации императрицы Елизаветы Петровны. 2 сантиметра. Примечание 15 копеек стихотворению 44. 3 Т. Е. И. С. Мазепу и его приспешников. 4 Т. Е. Польскому королю Августу II, свергнутому с престола по настоянию Карла XII. 9 октября 1709 года. Петр I подписал с августом новый трактат, где обещал содействовать восстановлению его в королевском достоинстве, Б. Б. Кофенгаус. Северная война и нештатский мир. М. Э. У. 1944, стр. 42. 5. Под Полтавой у переволочни было взято в плен около 19 тысяч шведов. Петр I обошелся с ними мягко. Пленные шведские офицеры, в том числе и их главнокомандующий, были приглашены на царский пир, которым на поле сражения была отпразднована Полтавская победа, Б. Б. Кофенгаус. Северная война и нештатский мир. М. Э. У. 1944, стр. 40. 41. На этот счет в Ломоносовское время ходило много преданий. Писали об этом еще при жизни Петра I и иностранцы, литературное наследство, Т. 33, 34, Москва 1939, стр. 90. 6. Имеется в виду татаро-монгольская ига. 7. Имеется в виду Бероновщина. 8. Имеется в виду Куликовская битва и последующие вооруженные столкновения с Золотой Ордой. 9. Имеется в виду успешное окончание русско-шведской войны 1741-1743 года. 10. Т. Е. Оборачиваются спиной, обращаются в бегство. 11. Имеется в виду завершивший многолетнюю войну за австрийское наследство Ахинский мир 1748 год. Заключение которого было ускорено движением русского экспедиционного корпуса к Рейну. 12. Имеется в виду провозглашение внука Петра I, будущего императора Петра III, наследником русского престола. Пс. 8658. 13 сантиметров. Примечание 19 копеек стихотворению 141. 14. Тоже словосочетание в первой страфе знаменитой Оды 1747 год. Стихотворение 141. 15 по параграф 29 регламента 1747 год. В Академии наук следовало всякий год иметь три ассамблеи публичных. Первое такое собрание быть должно в память основателя Петра Великого, в начале января. Однако до апреля 1755 год. Т. Е. В течение почти восьми лет со времени утверждения регламента, в Академии не было ни одной ассамблеи, посвященной памяти Петра I. 16. Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. 17 среда. Т. 17. Ац. Страница 70, параграф 124. 18 того же времени в 1699 году. 17. Государь дал позволение всем своим поданным ездить в иностранные европейские государства для обучения, которое прежде было запрещено под казнью, и неточую позволил на сие, но еще к тому их и понуждал. Паденная записка, страница 7. Фактически, однако, посылка молодых людей за границу началась еще в 1692 году. А с 1696 года. Приобрела массовый характер, богословский, Т. 4, страница 304-305. 19 ломоносов неправ, относя зарождение нашей горной промышленности ко времени Петра I. За период с 30-х до половины 90-х годов 17. возникло более 20 казенных и частных железных заводов, из которых к началу 18. действовало не менее 17. Но при всем том, совершенно бесспорно, что успехи, достигнутые в горном деле при Петре, несравнимы с тем, что было сделано до него, при Петре, с 1700 по 1725 год. Было открыто не менее 69 предприятий металлургической и металлообрабатывающей промышленности, Т. Е. Иначе говоря, количество их увеличилось более чем в пять раз, Е. И. Заозерская. Мануфактура при Петре I. М. Л. 1947, страница 7, 156-164. 20 в 1725 году. Годовой экспорт русского железа превысил 55.000 пудов, Е. И. Заозерская. Мануфактура при Петре I. М. Л. 1947, страница 80. О темпах развития этого экспорта красноречиво говорят следующие цифры, вывезено железо в одну только Англию. В 1716 году. 2200. Пудов. 1730. 22600. 1732. 203500. М. Мартынов. Уральская горная промышленность в эпоху Петра Великого. Исторический журнал, 1944, номер 9, страница 23, Г. Струмилин. Горнозаводский Урал Петровской эпохи. 1945, страница 13. 21. При Петре I возникло 9 заводов, выделывавших огнестрельное и холодное оружие, Е. И. Заозерская. Мануфактура при Петре I. М. Л. 1947, страница 157, 158, 161 и 162. 22 имеются в виду неудачные крымские походы. Голицына 1686 и 1688 года. 23 в документах, относящихся к августу 1683 год, упоминаются в числе стряпчих конюхов, состоявших у потешных лошадей, Сергей Бухвостов и Яким Воронин, Будущие первые солдаты зарождавшегося именно в это время первого потешного полка, Преображенского, Богословский, Т. 1, страница 58, 59, положившего начало новому регулярному войску. 24 измененные цитаты из Плиниева Панигирика Траяну. Индженс, Сизер, Эд пар глориатая, Великая Цезарь, Исправедлива твоя слава. Римский Панигирист заключает этим восклицанием рассказ о том, как Траян, состоя уже в сане императора и будучи в третий раз избран консулом, позволил потребовать от себя той присяги, которая известна императорам только потому, что они требуют ее от других, письма Плиния-младшего. М. Л. 1950, страница 423. 25 Ломоносов вспоминает военные потехи юного Петра I и, в частности, известный Кожуховский поход 1694 год. Завершившийся взятием безымянной крепости под Симоновым монастырем, Соловьев, К.Н. 3. Столб. 1086-1087 Богословский, Т. 1, страница 193-206. Во время этих маневров, как, впрочем, и в большинстве последующих настоящих сражений, Петр I, хоть и руководил фактически боевыми операциями, однако не облекал себя званием главнокомандующего. 26 в сражении под Нарвой 19 ноября 1700 года. Участвовал только один относительно старый полк, Лефортовский, остальные же русские полки были укомплектованы вновь набранными солдатами, еще не бывавшими в полевых боях, паденная записка, Ч. 1, страница 25. 27 за сутки до сражения Петр I уехал из-под Нарвы, назначив главнокомандующим новоприезжего австрийского генерала-герцога фон Круи, который одним из первых обратился в бегство и вместе с рядом других иностранных генералов сдался шведам. Часть молодых русских полков, в том числе полки Преображенский и Семеновский стойко отбивались от неприятеля до самой ночи так же, как и отряд генерала Вейде, но командиры действовали несогласованно и, потеряв между собою связь, вынуждены были согласиться на капитуляцию, паденная записка, страница 19-22. 28 еще до отъезда Петра I бомбардирский капитан Преображенского полка Гумерц-швед по происхождению, пользовавшийся полным доверием царя, перебежал к шведам, паденная записка, страница 18. 29-7 русских генералов и 7 полковников были задержаны шведами в качестве военнопленных, паденная записка, страница 23-24. 30 см. Примечание 13 копеек стихотворению 256 и Т. 6 Наст. Ац. Страница 96. 40. 31 имеются в виду захват двух шведских кораблей под Архангельском в июне 1701 год. И сухопутная победа над шведами Примызи и Рестфер 29 декабря того же года, Соловьев, Каэн. 3 Столб. 1257. 32 обращения к шведам. 33 победы при деревне Лесной 28 сентября 1708 года. И под Полтавой 27 июня 1709 года. 34 шведский генерал Левенгаупт пытался уклониться от сражения с русской армией, но был настигнут ею прелестной и разбит, Соловьев, Каэн. 3 Столб. 1482-1484. 35 Т. Е. Мазепы. 36 имеется в виду речь, произнесенная Петром I в Петербурге, в Троицком соборе 22 октября 1721 года. После того как прочитан был текст мирного договора со Швецией и канцлер Г. И. Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул императора и прозвание Великий и Отец Отечества. Пс. 3840, Соловьев, Каэн. 4 Столб. 626-37. Обычная для Ломоносова парафраза, которой он пользуется для обозначения русских мореплавателей, совершивших путешествия на Дальний Восток, участников 1-й и 2-й камчатских экспедиций. 38 Знаменитый ботик, найденный Петром I в 1688 году. В Измайлове среди старых вещей, сложенных в амбаре боярина Н. Романова. На этом ботике Петр совершал свои первые плавания сперва по Яузе, а затем на Просином пруду в Измайлове, Богословский, Т. 1, страница 64-65. 39 Так называемая Пресбургская крепость, построенная в 1684 году. При личном участии 12-летнего царя в Преображенских рощах на Яузе, Голиков, Т. 1, страница 30. 40 сантиметров. Выше примечания 38. 41 Ростовским озером Ломоносов называет Переяславское озеро, близ Переяславля-Залесского, в 150 километрах от Москвы и в 60 километрах от Ростова, где Петр I побывал впервые в 1688 году. И где стали строиться затем суда, на которых он совершал учебные плавания. С 1691 года. Он перенес эти упражнения на более удаленное от Москвы Кубенское озеро, Богословский, Т. 1, страница 65, 66, 74, 132, 134. 42 сантиметра. Примечание 15 копеек поэме Петр Великий. 43 в предисловии к морскому регламенту Петр I, вспоминая свое первое заграничное путешествие, рассказывает, как в Саордаме и Амстердаме работал на верфи рядовым плотником, вдав себя в научение корабельной архитектуры, Богословский, Т. 2, страница 156. 44 10 августа 1723 года. Петром 1 было устроено в Кронштадте своеобразное морское чествование ветхого измайловского ботика, смотри выше, примечание 38, ставшего родоначальником русского военного флота. Ботик под императорским штандартом обошел всю эскадру, и все корабли приветствовали его артиллерийскими салютами, Голиков, Т. 9, страница 263-264. 45 Переписи населения произведены были при Петре I трижды, в 1710, 1716, 1717 и 1718, 1724 года, Е. Спиридонова «Экономическая политика и экономические взгляды Петра I. М. 1952, страница 270-273-46. Безудержная эксплуатация крепостных помещиками, о чем красноречиво писал современник Петра I. Т. Пасашков, И. Т. Пасашков. Книга о скудости и богатстве. Москва 1937, страница 253-254, возраставший с каждым годом налоговый гнет, частые рекрутские наборы и многочисленные натуральные повинности были причиной крестьянских побегов, которые приобретали все более массовый характер. Перепись 1710 год. Показала убыль тягловых крестьянских дворов на 20% против переписи 1678 год. А перепись 1716-1717 года дала еще более плачевные результаты, Е. Спиридонова «Экономическая политика и экономические взгляды Петра I. М. М. 1952, страница 270-272». Сыск конных беглецов производился непрерывно в продолжении всего Петровского царствования, поэтому предмету правительством был издан ряд указов. Пс. 3512, 3636, 3743, 3939 и другие, цель которых была одна, чтобы из податного населения никто в гулящих не был, без службы не шатался и без положения в оклад не остался. П. И. Лященко. История народного хозяйства СССР, Т. 1. Л. 1952, страница 361. Ломоносов, идеализируя, по своему обыкновению, Петра I и приукрашая его деятельность, умалчивает о том, с какой варварской жестокостью производилось утверждение каждого на своем жилище. В 47 подушная подать, введенная Петром I взамен подворного обложения, была действительно известна, так как ограничивалась определенной денежной ставкой, однако, вопреки утверждению Ломоносова, оказывалась далеко нелегка. Достаточно сказать, что, кроме подушной подати, введено было и много других налогов, с продажи соли, огурцов, дубовых гробов, разведения пчел, точения ножей и топоров, ношения бороды и т.п. Что к уплате подати привлечены были такие категории населения, которые до тех пор не облагались, крестьяне дворцовые, государственные, черносошные, однодворцы, тяглые посадские и другие, а с 1723 года. И холопы, и что взималось подать со всех поголовно, вне зависимости от их имущественного положения, не обходя от старого до самого последнего младенца, не исключая увечных и дураков, п. и. Лященко. История народного хозяйства СССР, Т. 1. Л. 1952, стр. 360-363, Е. Спиридонова. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПЕТРА 1. М. 1952, стр. 193-201-274. Не касаясь всего этого, Ломоносов не говорит и о самом главном, а именно о том, что за восхищавшую его военную и преобразовательную деятельность Петра 1 расплачивались в сущности, одни только демократические низы населения и прежде всего крестьянства, доведенные в силу этого к концу его царствования до всеконечного разорения, граничившего с нищетой, тогда как в руках господствовавшего класса помещиков и нарождавшегося класса купцов накапливались тем временем все б.у. Лише богатство. 48 Варяжским морем Ломоносов называет Балтийское море, покоренными городами, Ригу, Ревель, Нарву и Выборг, собственным трудом воздвигнутыми, Петербург и Кронштадт. 49 в 1698 году. Было приступлено к прорытию Волгодонского канала, но это предприятие было оставлено. Для соединения Петербурга с бассейном Волги в 1703 году. Началось сооружение Вашневолодского канала, по которому в 1709 году. Открылось движение. В 1718 году. С той же целью начали рыть обводный Ладожский канал. П.И. Лященко. История народного хозяйства СССР, Т. 1. Л. 1952, стр. 364-365. 50 в 1724 году. Был утвержден первый русский таможенный тариф, П.И. Лященко. История народного хозяйства СССР, Т. 1. Л. 1952, стр. 365-366. Пошлиным сбором был обложен и весь внутренний товарооборот. Е. Спиридонова. Экономическая политика и экономические взгляды Петра 1. М. 1952, стр. 247-51. О торговых договорах, заключенных при Петре 1 с иностранными государствами, смотри. Е. Спиридонова. Экономическая политика и экономические взгляды Петра 1. М. 1952, стр. 221-224. 52 Сенат был учрежден в 1711 году. П. 2321, Сенат, в 1721 году. П. ПС-3718, первые девять коллегий, в 1717 году. ПС-3255. 53 имеется в виду утвержденное в 1722 году. Табель о рангах. ПС-3890. 54 имеется в виду учреждение Петром 1 Орденов Андрея первозванного Екатерины, ПС-1931, 2860. 55 официально, сухо, подозрительно и неприветливо встретила Петра Западная Европа, и первые впечатления, испытанные им при начальном знакомстве с нею, были неблагоприятны, пишет новейший историк о проезде Петра 1 через прилегавшие к тогдашней русской границе прибалтийские владения Швеции Богословский, т. 2, страница 33. Уезжая 8 апреля 1697 года. Из Риги, сам Петр в письме к одному из друзей характеризовал свое девятидневное пребывание в этом городе следующим образом, здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением, письма и бумаги императора Петра Великого, т. 1. Санкт-Петербург, 1887, номер 149, страница 149. 56 О многих противностях и неправдах, учиненных Петру 1 во время его, государева, шествия через Ригу, говорилось в его указе от 19 августа 1700 года. Об объявлении войны Швеции, ПС 1811. 57 струи медвенскими ломоносов называет западную двину, которую Петр 1 и его спутники, прибыв в Ригу 31 марта 1697 года. Обрели еще льдом покрытую, письма и бумаги императора Петра Великого, т. 1. Санкт-Петербург, 1887, номер 147, страница 147. 4 апреля начался ледоход, что и задержало Петра в Риге на 9 дней. Вскрытие двины сопровождалось давно небывалым подъемом воды, которая влилась в город Ригу, и многую шкоду учинила и погребы многие залила. Несмотря на всю затруднительность переправы через разлившуюся реку, Петр 1 на 3 дня ранее всего остального посольства покинул Ригу. Во время осмотра рижских укреплений у Петра, соблюдавшего строгое инкогнито, произошло столкновение с крепостным караулом, который потребовал, чтобы русские удалились, и пригрозил ружьями, богословский, т. 2, страница 24, 25, 28, 29. На это и намекает Ломоносов, когда говорит о спасении Петра от устроенных коварств и о преодоленных им опасностях. 58-15 июля 1698 года. Петр 1, находясь в Вене и готовясь к отъезду в Вене Цею, получил из Москвы известие о воростве бунтовщиков-стрельцов. Вороство произошло в Тарапецком уезде и заключалось в том, что находившиеся там четыре стрелецких полка, направлявшиеся на литовскую границу, отказались туда идти, сместив командиров, двинулись на Москву. Это сообщение заставило Петра отменить путешествие в Вене Цею и вернуться на родину, богословский, т. 2, страница 538-539. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, писал Петр 16 июля 1698 года. Ф. Ю. Рамадановскому, однако сей ради причины т. е. По причине стрелецкого бунта будем к вам так, как вы не чаете письма и бумаги императора Петра Великого, т. 1. Санкт-Петербург, 1887, номер 252, страница 271. 59 под самыми ближними Ломоносов разумеет сестру Петра I, царевну Софью, его жену, царицу Евдокию, и его сына, царевича Алексея. 60 Сам царь на крылосе пел и послания апостольские читал, такие и подобные сообщения встречаются во многих источниках, в частности и в тех хорошо известных Ломоносову записях холмогорского летописца, где рассказывается о приездах Петра I на Беломорское побережье, Новиков, страница 30, 41, 42, 47. 61 в августе 1724 год. Были перевезены из Владимира в Петербург останки Александра Невского. Петр со всем двором торжественно встречал их на Неве и сам перенес их сперва на свою галеру, а затем с галеры в церковь вновь учрежденного Невского монастыря, Голиков, т. 10, страница 91. 62 в походном журнале Петра I записано, что при вторичной осаде Нарвы русскими войсками, 6 августа 1704 года. Во время богослужения было получено известие об обвале одного из крепостных бастионов, в силу чего часть рва оказалась засыпана, паденная записка, т. 1, страница 86. 63 намек на прусского короля, который укрепил свое положение благодаря союзу с Россией во время Северной войны, среда. Примечание 67 копеек поэме Петр Великий, стихотворение 256. 64 сантиметра. Выше примечание 4. 65 существовало предание, будто в 1684 году. Петр I, присутствуя с боярами на пушечном дворе при стрельбе из пушек в цели приметания бомб, подошел, несмотря на уговоры бояр, к пушке и сам поднес к ней горящий фитиль, голиков, т. 1, страница 29. Достоверно известно, что еще в мае 1683 год, 11-летний Петр, живя с матерью в Воробьеве, забавлялся потешной огнестрельной стрельбой из настоящих пушек, богословский, т. 1, страница 58. 66. Имеется в виду персидский поход Петра I и взятие Дербента 23 августа 1722 года. Соловьев, Каен. 4 столб. 676, 677. 67 сантиметров. Выше примечание 5. О возвращении шпаг пленным шведским генералам смотри. Голиков, т. 4, страница 80. 68 т, е, преждевременная смерть. 69 вероятно, речь идет все о том же приглашении пленных шведов на победный пир, смотри выше, примечание 5 и 67. 70 имеются в виду казни стрельцов в сентябре и октябре 1698 год. 71 среда. Примечание 48 копеек поэме Петр Великий, стихотворение 256. 72 я, я. Штелин сообщает, со слов ФИА. Черкасова, что Петр I имел обыкновение вставать очень рано. Зимой он поднимался с постели в 4 часа утра, сразу принимался за дела, а в 6 ехал в Сенат, в Адмиралтейство или в какие-нибудь другие учреждения, Джай. фон Стахлин. Оригинал анекдотен фон Питер Дэмгросин. Лайпсик и. Штелин. Подлинные анекдоты о Петре Великом. Лейпциг, 1785, страница 325. 73 Т, Е, Эльба. 74 Т, Е, Темза. 75, цитируя этот отрывок, М. Муравьев писал в 1783 году. Плиний-младший, который повод подал к сему величественному воображению в своем Панигирике, Г. Л. 4, не умел облечь его симблистанием, в котором видим его у Ломоносова, за тем, что искал только остроумных мыслей, и сию тотчас оставил, как исчерпнул блеск конный, опыт трудов Вольного российского собрания при ИП. Московском университете Ч. 6 Москва 1783, страница 20. Среда. Письма Плиния-младшего, М. Л. 1950, страница 360-361. 76. Речь идет о разлуке царевны Елизаветы Петровны с сестрой, герцогиней Галштинской Анной Петровной, уехавшей за границу в 1727 году, и там умершей. Один аот. Ац. 1754. Слово похвальное блаженной и вечно достойной памяти государю-императору Петру Великому в торжественное празднество рождения ее императорского величества всепресветлейшие и державнейшие великие государыни-императрицы Елизаветы Петровны, самодержицы всероссийские, в публичном собрании Императорской академии наук, говоренное коллежским советником и химии профессором Михаилом Ломоносовым в Санкт-Петербурге декабря 19 дня 1754 года, от. Ац. 1755. Слово похвальное блаженной и вечно достойной памяти государю-императору Петру Великому в торжественное празднество коронования ее императорского величества всепресветлейшие и самодержавнейшие великие государыни-императрицы Елизаветы Петровны, самодержицы всероссийские, в публичном собрании Санкт-Петербургской Императорской академии наук, говоренное Михаилом Ломоносовым, апреля 26 дня 1755 год. Один пот. Ац. 1754 российскому государству, достодолжной его славе, божественным делам и намерениям Петровым, нынешнему нашему благополучию и общему блаженству великой части света, неизреченным Божиим смотрением, спасения, воскрешения и возвышения, в несравненные монархини наше рождение Обетованное Паки празднуем, слушатели вместо священнейшее помазание. От руки Господни. Один вот. Ац. 1754 было добавлено кроме других чудных дел Божиих, на великой государыне нашей бывших. Один грамм от. Ац. 1754 Ё вместо великие государыни наше. Один д. От. Ац. 1754 звезд. Первый от. Ац. 1754 Воедин. Один. Один шот. Ац. 1754 Обещанного. Один зеот. Ац. 1754 Потом себе. Один и от. Ац. 1754 Предвозвещено Отеческое царство, предвозвещены отеческие добродетели к совершению трудов его довольные, трудов, которых сладкое воспоминание никогда не умолкнет, трудов, которые не токмо мужеством, а в густейшие тщери его восставлены, но и премудрым ее опопечением далее простираются и к полному совершенству поспешают вместо предвозвещены отеческие. Отеческое царство. Первый от. Ац. 1755 ошибочно наложит. Одна копейка от. Ац. 1754 Предшествующие три абзаца в доступлении. Господствует-отсутствует. Один литр от. Ац. 1754 себе в рождении и потом геройством приятное отеческое наследство с отеческими делами воскресило, то истинная их похвала и громкая слава не токмо по крови ей приличествует, но и чрез восстановление присвоятся вместо в рождении, полученное. Истинная наследница. Один метр от. Ац. 1754 празднественными отсутствует. Один нот. Ац. 1754 наипаче отсутствует. Один аот. Ац. 1754 всевысший. Один пот. Ац. 1754 всех отсутствует. Один рублёт. Ац. 1754 сыскать. Один сот. Ац. 1754 родственников и отсутствует. Одна тонна от. Ац. 1754 язвительного. Один уот. Ац. 1754 возмужавшие. Один фот. Ац. 1754 было добавлено о поданных. Первый ход. Ац. 1754 после него отсутствует. Один цеот. Ац. 1754 опечатка не применуть. Один час от. Ац. 1754 свежий. Один ша в подлиннике опечатка звания. Один ща от. Ац. 1754 любопытный. Один оф от. Ац. 1754 силу. Один и от. Ац. 1754 своего государя-брата, предачами своя государы-неродительница и владеющий тогда самовольной сестры, при всех вместо всего царскага дома при. Один ан от. Ац. 1754 и при знатном собрании дворянства отсутствуют. Один ая от. Ац. 1754 удивляющихся и купно вместо то радующихся то. Первый от. Ац. 1754 регулярные части крепости вместо регулярную крепость. Первый от. Ац. 1754 флота. Два от. Ац. 1754 опечатка не погнушаться. Два под. Ац. 1754 сперва отсутствует. Два вот. Ац. 1754 в обучении иностранцы, как россиянин, толь скоро приятней токма он простой плотнической работы вместо купно. Научился. Два грамма от. Ац. 1754 обещанием награждения вместо награждением. Два д. Ац. 1754 вспоможением. Вторые от. Ац. 1754 в круг. Два шот. Ац. 1754 не в вымыслах, но в правде вместо невымыслами, но правдою. Два зеот. Ац. 1754 было добавлено велико есть дело на землеустроенные крепости пустить на море и скорым прохождением приближиться к местам, отделенным пучиною в тесное соседство. Но ходить по суше судами еще того более, еще чуднее. Возносят похвалами древние писатели Ганнибалова удивительное дело, что чрез высокие алпийские горы не токма провел свое воинство, но и слонов, вооруженных собою, но и наложенным бременем тяжких. Труд великой. Но земные животные по земли переходили. Петровых чудеса времен в большее приводит удивление. Не представляю здесь бегавших по снежной поверхности легких кораблей, для единого веселья устроенных, хотя великое множество народа к смотрению страннага дело стекалось. Единополагаю пред тщеславную древностью хождения по сухому пути галер Петровых и показываю неодушевленных четвероногих по горам и долинам, но бездушные суда, вместо морских валов чрез каменистые холмы приходящие, неврожденную им и известную силою, но теми по суше движимых, которых сами по морской глубине носят. Тому ли могли препятствовать валы морские, кто по суше ходил флотом? От того ли могли защититься противные береги, кто из пучины выводил на них сухопутные войска? Кто четыре флота разных народов предводил пред очами неприятеля, едва к морю приближится дерзающего и отирающего слезы, которые от его зажженных городов, замков, сел и заводов восходящим дымом к течению понуждались. Два йот. Ац. Тысяча семьсот пятьдесят четыре легко. Второй йот. Ац. Тысяча семьсот пятьдесят четыре трудившихся. Две копейки от. Ац. Тысяча семьсот пятьдесят четыре слушателей отсутствует. Два литра от. Ац. Тысяча семьсот пятьдесят четыре силы и определенного отсутствуют. Два метра от. Ац. Тысяча семьсот пятьдесят четыре совершению вместо произведению в действо. Два нот. Отс. 1754 сверх всего отсутствует. Два аот. Отс. 1754 добавлены при том. Два пот. Отс. 1754 не было отсутствует. Два рубля на этом текст от. Отс. 1754 обрывается. Два сот. Отс. 1755 лишь только вместо только лишь. Источник. HTTP. Ломоносов. Нив. Ру. Ломоносов. Речи. Артикл 2. ЭТМЭ.